История России в фотографиях представляет Блокадный Ленинград. Эстафета жизни. Вот так исполнены любви Из-за кольца, из тьмы разлуки Друзья твердили нам — живи! Друзья протягивали руки Оледеневшие в огне, в крови, пронизанные светом Они вручили вам и мне Единой жизни. Эстафету. Ольга Бергольц. Ленинградская поэма. 26 июня 1941 года в Ленинграде заработал метроном, по звуку которого узнавали о налетах и начале обстрелов. Быстрый ритм — воздушная тревога, медленный отбой. С начала сентября по декабрь 1941 года окруженный немецкими и финскими войсками город бомбили ежедневно. Страшными были и изматывающие внезапные артиллерийские обстрелы. Из 872 дней блокады Ленинград обстреливался в течение 611 дней. Основные бои за город велись на Невском пятачке небольшом плацдарме у Невской Дубровки захваченном в первой попытке прорвать блокаду. Всего за 1941-1943 годы на нем погибло около 50 тысяч советских солдат. Единственной транспортной магистралью, которая связала Ленинград с Большой Землей, была дорога жизни через Ладожское озеро. В разные годы войны по Ладоге пытались пустить даже троллейбусный маршрут и железную дорогу жизни. Трагической страницей вписана в историю блокады пешая эвакуация по Ладоге. Люди замерзали, матери теряли детей, толпы бросались на проезжающие машины, хватались за колеса, бросались под автомобили, которые ехали, катились и дальше с окровавленными колесами. Всего за время войны из города были эвакуированы 1 миллион 783 тысячи человек. Истощенные люди стали падать на улицах с ноября 1941 года. Первая блокадная зима оказалась самой катастрофической. Транспортный паралич, отсутствие освещения, воды, канализации, бесконечные очереди за хлебом, санки с мертвыми, сильные морозы, сугробы в человеческий рост и неистерпимый мучительный голод. Никто ни о чем другом не думает и не говорит, как только о еде и смерти. Люди выживали как могли. Делали лепешки из детской присыпки, похлебки из кожных ремней, кофе из корней одуванчика. Холод ощущался так сильно, что зимнюю одежду носили даже в мае-июне 1942 года. Сплю, правда, не в валенках, писала в дневнике одна из блокадниц в ноябре 1941 года, но не в постели, а под ней. Накладываю на себя матрас. В местах бомбежек и там, где лопались от мороза трубы, часто возникали колодцы, которые собирали очереди. Вода из ведер и бидонов часто расплескивалась, образуя ледяные горы. Бывали случаи, когда в эти колодцы падали люди. Огромные глаза, как двери. Так выразилась о малолетних сиротах одна из воспитательниц детского дома. Дети испытывали те же лишения и страдания, что и взрослые. Маленькие брат и сестра, помещенные в пансионат, рассказывали, мы так голодовали, что папины кожаные перчатки сварили и съели. С весны 1942 года блокадный быт стал немного легче. Была восстановлена канализация, по кабелю жизни, проложенному по дну Ладоги, в город начало поступать электричество. 12 января 1943 года блокада была прорвана. Как только это произошло, было начато строительство железной дороги. Было приказано не прекращать строительство даже в условиях нападения и бомбардировок. Только спустя год, 27 января 1944 года, блокада города была полностью снята. В этом же году режиссером Виктором Эйсимонтом был снят художественный фильм о блокадном Ленинграде «Жила-была девочка». Некоторые кадры, несмотря на большой риск для жизни съемочной группы, были сделаны еще в период блокады. Вот ты как. Живешь? Живу. Молодец. Так и надо. Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok DimaTorzok DimaTorzok